Добро пожаловать на мой канал Меню Недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня я покажу три способа заморозки слив на зиму. В августе-сентябре это одна из самых популярных сезонных заморозок. Заготовить сливу очень легко. И как приятно зимой полакомиться кусочком ароматного сливового пирога или витаминизироваться полезным смузи, сдобрить кашу аппетитной сливовой добавкой или в считанные минуты приготовить вкуснейший соус к блинчикам. Для заморозки подойдут сливы любых сортов. Прежде чем замораживать их, необходимо определиться, какие блюда вы будете из них готовить. Для компотов подойдет заморозка мелкой сливы целиком с косточкой, для пирогов – половинками или ломтиками, для детского питания – фруктовых смузи или сладких десертов в виде пюре. Еще есть заморозка с сахаром для пирогов и различных десертов, а также в сладком сиропе. На мой взгляд, самые лучшие способы заморозки сливы – это половинками, с сахаром и в виде пюре. Кроме сливы и сахара, для заморозки понадобятся также специальные пакеты. Лучшие, если это будут пакеты с застежкой зиплок, пищевая пленка, герметичные контейнеры с плотно закрывающейся крышкой, пластиковые или стеклянные, и формочки для льда, либо небольшие контейнеры для сливового пюре. Для начала я сортирую сливы, удаляю плодоножку. Спелые, но крепкие плоды с упругой мякотью подойдут для заморозки сливы половинками, дольками или кубиками, а также для заморозки сливы с сахаром. Мягкие плоды подойдут для заморозки в виде пюре. Хорошо промываю сливу, даю воде стечь и вытираю полотенцем. Слива должна быть чистой и абсолютно сухой. Дальше разрезаю плоды на две половинки и вынимаю косточки. Если слива крупная, то мякоть нарезаю ломтиками. Теперь покажу первый способ – заморозку половинками. Для этого выкладываю половинки сливы на доску, покрытую пищевой пленкой в один слой. Можно использовать любые разделочные доски, подносы или плоские тарелки. Сливовые половинки не должны соприкасаться, иначе они слипнутся в сплошную массу и их сложно будет разъединить. Отправляю сливу в морозильную камеру на 2-3 часа. За это время слива заморозится и ее можно будет сыпать в пакет. Если в холодильнике есть режим быстрой заморозки, то время замораживания уменьшится, а качество замороженной сливы будет лучше. Замороженную сливу вынимаю из морозильной камеры и пересыпаю в пакет. Если доска была покрыта пищевой пленкой, то это сделать очень легко. Выпускаю весь воздух из пакета и плотно закрываю застежку или завязываю. Так заморозка сохранит максимальное количество витаминов и свои вкусовые качества. Для того, чтобы выгнать весь воздух из пакета, я использую коктейльную трубочку. Обязательно подписываю заготовку. К примеру так, слива половинками, сентябрь 20 штук для сливового пирога. Затем помещаю сливу в морозильную камеру на длительное хранение при температуре минус 18 градусов и ниже. Подобным образом можно заморозить сливу ломтиками или кусочками. Из таких заготовок получаются замечательные оладьи, пироги, крамблы, кексы и так далее. При этом, за исключением рецептов, где указано другое, использовать заготовку можно в замороженном виде, увеличив время выпечки. Второй способ это заморозка сливы с сахаром. Для этого на дно чистого и сухого контейнера насыпаю слой сахара. Сверху половинки сливы срезом вверх и снова засыпаю слой с сахаром. Следующим слоем опять сливу и так чередуя. Слои слива сахар, слива сахар заполняю весь контейнер. Количество сахара произвольное, но надо понимать сколько его в заготовке, чтобы затем при приготовлении блюда это учесть. Поэтому обязательно ее подпишите. Вес и количество сливы и сахара, а также месяц и год заморозки, чтобы следить за сроками хранения. Затем я помещаю контейнер со сливой в морозильную камеру при температуре минус 18 градусов. После размораживания такие сливы дают много вкусного сладкого сока и их можно подавать как полноценный десерт, посыпав корицей или ванилью. По желанию можно добавить ложку густой некислой сметаны, йогурта или шарик мороженого. Сладкие сливы хороши с блинчиками, оладьями, сырниками, запеканками или кашами на завтрак. Третий способ это заморозка пюре из сливы. Для этого помещаю сливы без косточек в чашу блендера. Взбиваю до состояния пюре. Можно воспользоваться погруженным блендером. В процессе заморозки слива становится кислее, поэтому кладу в пюре немного сахара. Пюре из сливы можно приготовить с кожицей или без нее. Я обычно кожицу не снимаю, поскольку в ней сконцентрировано большое количество витаминов. Если вы решите избавиться от кожицы, то можно протереть пюре через сито. Это сделать достаточно просто. После этого я перекладываю пюре в формочки для льда или небольшие контейнеры. Помещаю в морозильную камеру на пару часов. Пюре за это время должно полностью замерзнуть. Замороженное пюре вынимаю с формочек, перевернув их вверх дном на доску и постучав о стол. Можно также поддеть заготовку тонким ножом. Перекладываю кубики пюре в пакет для заморозки, выпускаю из него весь воздух, подписываю и помещаю в морозильную камеру. Температура в морозильной камере должна быть ниже 18 градусов. Замороженное сливовое пюре можно добавить в смузи, соусы, каши, готовить с ним пироги, сладкие десерты, пастилу или мороженое. Хранить замороженную сливу можно 10-12 месяцев, а пюре до 6 месяцев. Добавление сахара в сливу увеличивает срок хранения. Совет. Замороженная слива очень хорошо впитывает запахи, поэтому рекомендую упаковывать заморозку в 2, а лучше в 3 пакета, чтобы максимально сохранить ее ароматы. Замораживать сливу следует на нижней полке холодильника. Приятного аппетита и вкусных сливовых десертов зимой! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!